Виталий Бианки. Оришка-трусишка. Это веселый и поучительный рассказ о трусливой девочке, которая всего боялась и ничего не умела делать. Помог ей исправиться и побороть собственные страхи маленький медвежонок, Мишка, которого она нашла в лесу. Колхозницы Федоры, дочурку, все Оришкой-трусишкой звали. До того трусливая была девчонка, ну просто ни шагу от матери, и в хозяйстве от нее никакой помощи. Слышь, Оришка, скажет бывала мать, возьми ведерочка, натаскай из пруда воды в корыто, постирать надо. Оришка уж губы надула. Да, в пруду лягушки. Ну и пусть лягушки. Тебе что? Они прыгучие, я их боюсь. Натаскает Федора воды сама, белье постирает. Поди, доченька, на чердаке белье развесь, посушиться. Да, на чердаке паук. Ну и пусть паук. Он ползучий, я его боюсь. Махнет Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет. А ты, Оришка, пока хоть в чулан сходи, молока к рынку принеси. Да, а в чулане мыши. А хоть бы и так. Не съедят они тебя. Они хвостатые, я их боюсь. Ну что с такой трусишкой поделаешь? Раз летом убирали колхозники сена на дальнем покосе в большом лесу. Оришка от матери ни на шаг цепляется за юбку, работать не дает. Федора и придумала. Ты бы, девушка, в лес сходила по малину. Тут в лесу страсть сколько малины. Хоть лукошка набери. Оришка первая в колхозе сластена. К ягодам липнет, как муха к сахару. Где маменька? Где тут малинка? Да вон, на опушке. Идем, покажу. Как увидела Оришка на кустах красные ягоды, так к ним и кинулась. Далеко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, наставляла Федора. А напугаешься чего? Меня окличь. Я тут рядом буду. Никуда не уйду. Славно поработалась в тот день Федоре. Ни разу ее из лесу Оришка не окликнула. Пришло время полничать. Только собралась Федора за дочуркой в лес. Глядь, Оришка сама идет. Все щеки у нее в малиновом соку. В руках полная лукошка ягоды. Умница, доченька, обрадовалась Федора. И где же это ты столько много ягоды набрала? А там, подальше, за ручьем, в большом малиннике. Ишь, расхрабрилась. Куда забрела? Говорила ведь я тебе. Далеко в лес не заходи. Как там тебя звери не съели? Какие там звери, смеется Оришка. Один медвежонок всего и был. Тут уже Федоре пришел черед пугаться. А как медвежонок? Какой такой медвежонок? Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь. Носик черненький. А глазки зеленые-зеленые. Батюшки святы, и ты не испугалась? И не подумала я ему. Здравствуй, Мишук. А он, бедненький, напугался. Да на дерево от меня. Я ему кричу. Слась, Мишенька, слась. Дай только поглажу. А он выше, да выше. Так и не слез ко мне. По десять час на том дереве сидит с перепугу-то. У Федоры так сердце и оборвалось. А в кустах доченька никого там не приметила. Был кто-то. Ходил с учьями потрескивал. Да все ворчал толстым голосом. Тоже, видно, малинку собирал. Уж я звала, звала. Дяденька, пособи медвежонка поймать. Да не вышел он ко мне. Дитя неразумно всплеснулась руками Федора. Да ведь это не иначе, как сама медведиха кругом ходила. Своего медвежонка берегла. Да как только она тебя насмерть не разорвала. А колхозники, как такое услыхали, Сейчас подхватили кто топор, кто вилы, да влез. В малиннике за ручьем и на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась. Ушла от них с другим своим медвежонком. А того медвежонка, что на дерево залез, Колхозники изловили и оришки в подарок на ремешке привели. Случилось это все в прошлом году. Теперь медвежонок с большого медведя вырос, А от оришки ни на шаг, Как бывала оришка от матери. Сама оришка, та все еще маленькая, Только еще в первый класс пошла, И над партой ее чуть видно. Мишука своего нисколько не боится, Хоть он вон какое страшилище вырос, Лошади от него шарахаются, И трактор на дыбы становится. Нынче уж Федорину дочурку Никто оришкой трусишкой не зовет. Все оришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, Всем девчонкам в пример, Матери-помощница И за водой на прон, И в погреб, И на чердак ходит. Вот и пойми ее, Чего она раньше Мышей-то боялась? Литературное наследие Советского детского писателя Виталя Бианки Составляет более трехсот произведений. Большинство книг Было написано Виталием Валентиновичем Для детей. В них он живым, красочным языком Рассказывал об удивительном мире природы. На его повестях, рассказах и сказках Выросло не одно поколение семей. По его книгам Юные читатели учатся доброму И бережному отношению к природе, Любви к родному краю, К своей земле. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ